приветствует вас Юрий на своем канале техник универсал сегодняшнее видео идет у нас про шелковую птичку которую я вывожу значит про родителей вот есть у нас петушок белый лимонный все прячется я его сейчас вам покажу вот он посмотрите какой петушок у нас есть не обращайте не на уточку все таки она досматривает своих трех утят вот видите да значит про родители этой птицы китайские шелковые аборигены дальше птица была скрещена с мясными видами птиц соответственно еще яйциновскими видами птиц и была получена вот такая вот крупная порода птиц хорошо растет очень быстро растет как говорится не отличается от самых таких быстро растущих кур по яйцу пока ничего не могу сказать выявлять выявить еще не мог так она содержится других вот смотрите петушок вот они два петушок у меня посмотрите какие они все шелковые то есть если так посмотреть вот перочки какие-то мелкие перочки закрученные вокруг хвостов особых у этих птичек нет я вам покажу так значит у меня есть вот они черные птички вот они вот они есть черные птички многоцветные птички и очень много белых птичек вот посмотрите вон он я сейчас попробую вам это увеличить вот он вот он красавчик по моему петушок скорее всего петушок вот вот эти вот это вот птичка она будет отсаживаться вот они у меня еще бегают далеко час вам брак покажу обратите внимание там и черные есть и белые есть я сейчас приближу чтобы их сильно не пугать птичка какая-то пугливая то есть она не дается под других петушков вот сама себя признает вы обратите внимание что только придерживает только вот этот свой выводок уже давно адаптирован адаптирован и придерживает только вот со своего выводка не дается под других петушков что очень хорошо но я все равно все это буду отсоединять еще вам сделаю вот так вот они черные их тоже несколько штук у меня один вон второй там есть два полностью идентичные есть какие-то вкрапления конечно в цвете вот их три штуки видите да три штуки я вам показываю значит есть белые есть черные вот тоже лимонный оттенок выбега вылазит то наверное петушок наверное петушок значит от петушка вот этого идет стойкие стойкое оперение вот такое вот закрученное птица чуть-чуть пугливая пугливая скажу так делать близко не подхожу как бы сдалека снимаю вот она приближаю вам птичку птичка как бы сильно близко свиньи подпускает не очень дружелюбно она еще молодая как бы это выводок у нас был по моему конец апреля то есть не совсем она такая этот вот она возможно и несется но выловить я пока не могу со всей держу вместе со всей птичкой вот они смотрите какие сейчас я опять вам добавлю в общем это китайская шелковый абориген стойкая стойкий вид птицы который выращивается уже больше десяти лет и от шелковый как таково аборигена уже тут ничего не осталось тут вот выработался свой стойкий вид птицы которые которые которую можно будет назвать породой но опять же так это птица стойкая сейчас отдельно я хочу отсаживать всю эту птицу и даже по цветам для того чтобы получать для того чтобы вот получить более стойкую красивую по цветам птицу после того как она у меня я брал эту птицу у другой женщины любителя которая которая еще мать которая не живых 10 лет эту птицу передала ей как говорится по наследству и она вот долго ее содержала долго ее еще скрещивала и вот прошло более десяти лет а птица вот эта птица конечно она держала отдельно вот это вот курчавую птицу и это курчалось говорится вот они сейчас вместе я вам сейчас увеличу поближе то есть видите да территория большая вот они раз два три видите цвета да ну средний петушок ничего вот еще две черные вы видите да какая птичка вот они вот этот один выводок он держится вместе ну петушок конечно там левый один петушок левый а так выводок основном тот вот он весь весь выводок курчавы очень стойкий значит поначалу при выращивании бывают залысины небольшие но вот ни одна птица не померзла ни одна птица не померла в клетках когда содержал была скученность был расклел после этого я вылез на улицу и да уже полу лысая птица ни одна не померла все выжило прекрасно то есть выжимаемость хорошая адаптация хорошая ничем не болеет никакие препараты как домашние не слишком но такая птица если ее содержать частоте очень красиво имеет стойкое яйцо ну и соответственно такая птица дешевая не будет но ей конкретно надо заниматься конкретно держать ее отдельно и выявлять по цветам по цветовой гамме по направленности пояс и носкости отбирать и уже будет птица родительское стадо будет отработанное стадо от которого уже будет яйцо и те кто захочет яйцо то есть будет выкладываться птица по цветам и конкретно люди у нас платят за красоту им не нужно яйцо и не нужно вообще ничего им нужна красота и чтобы такая птица была только у них вот настолько у нас птица как развлечение работает и вот у нас еще с этом выводки есть такие черные черные как ворона зеленым оттенком напоминает типа московская черная но намного крупнее московской черной крупнее на московской черной ну и совсем не то что московская черная поэтому поэтому вот такая вот птица между прочим когда было скрещивание все птицы были московские все были птицы породистые курочки все были породистые а петушки именно вот такие вот именно такие курчавые и скрещивание видите как происходит что курчавость передается по петушку отлично вот я хочу этим также воспользоваться стойкостью и выводить себе по цветам уже породу если она будет стойкая действительно в трем поколении 2-3 поколения будет стойкой то есть это уже будет как новая порода ее можно даже назвать как конечно она может в реестр никакой вноситься не будет но в принципе птица заслуживает особого внимания из-за своей красоты соответственно яйцо должно нести потому что это не чисто китайская шелковая не абориген уже это помесь разных птиц с отработанная уже к стойкому без распада своих вот этих вот то есть птица не имеет распад и зная что вы будете содержать вот такую птицу давать яйцо она будет именно вот такое ну соответственно птица всегда должна рекалиброваться и должна отбираться отбор сильно идет соответственно и вот я сейчас это проведу отбор из того что есть и посмотрим что у нас будет поколение если все поколение которое новое стадо я выведу птичку стойкую то я уже буду рассматривать может быть с вашими советами как ее назвать может быть как это кроме как я точно знаю что прародище были у этой птицы китайские шелковые аборигены были но вы видите да что оперение все это осталось красота это все осталось а птица соседок и хохолков уже этих нету ну что я вам скажу птичка заслуживает свое внимание мне она нравится я буду и содержать на этом я свой видеоролик заканчиваю всем до связи